Друзья, приветствую всех на канале Птичий Дом. Сегодня будет обзор на клеточку для соловья, черноголовки, либо какой-то зернояди. Ну, в общем-то, можно сказать, что клетка довольно универсальна и подойдет фактически под любую птицу, которая адекватно себя ведет в условиях неволи. Итак, клетка выполнена из дуба 6-мм толщины, пластика на поддоне и на кормушке, пластик 3 мм толщиной, в качестве прутка использована нержавейка 1,6 мм толщины, ну, и декоративные ножки, сделанные из липы. Клетка по размеру 60-30-30, то есть с боку она квадратная, ну, 60 длина, откровенно говоря, больше, чем нужно для зернояди, ну, и, в принципе, оптимальный размер для некрупной насекмоядной птицы. В клетке три дверки, которые, одна из них расположена по фасаду, две других расположены по бокам. Ну, как я уже говорил, поддон, вернее, как уже показывал, поддон и кормушка выдвигаются вперед. Поддон с 15-мм бортиком, а внутри по периметру клетки над поддоном от бортов, когда бы мусор не засыпался между стенкой клетки и поддоном. Расстояние между прутиком, не помню, сказал, не сказал, расстояние 15-мм. На каждой из дверок стоит закрывашка и на каждой из дверок стоит пружинка. То есть, открыл, что-то там сделал, она захлопнулась. Ну, закрывашка, она, можно сказать, что здесь формальна, потому что пружина, в принципе, дверь закрывает, и дверь держит закрытой. Еще раз покажу. Вот она не добивает, но все равно надо доводить рукой. Ну, как бы птица уже не выскочит так вот, чтобы в открытую дверь. И, соответственно, уровень безопасности клетки, скажем так, немножко повыше. Да, забыл сказать, дно у клетки сделано из фанеры 4-мм толщины. Наверное, по этой клеточке все. Тут, в принципе, рассказывать особо много нечего. Вы все видите у себя на экранах. И, в целом, обзоры на подобные клетки уже были, были неоднократно. Ну, и вот, как бы, этот формат людям нравится. Ну, там, за исключением, там, ширины клетки. Кто-то просит, там, 25, кому-то 30, кому-то 22 сантиметров. Ну, а, в общем и целом, формат у этих клеток примерно плюс-минус одинаковый. Ну, вот, теперь, наверное, точно все. Буду я закругляться. Спасибо всем большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, оставлять комментарии, ставить лайки. Заходите в группу ВКонтакте, подписывайтесь на нее. Там можно посмотреть образцы моих работ, что-либо заказать. В принципе, все возможно выполнить, все возможно реализовать. Главное, чтобы, чтобы это было, ну, не нечто фантастическое. То есть, фактически любую клетку можно изготовить и можно сделать. Еще раз спасибо всем большое за просмотр. Всем удачи, хорошего настроения. Пока.